Ваня, скажи, что не подробно. Хорошо, я начинаю. Начинаем. Значит так, я долго рассказывал про ШДП, какой он клёвый, как никто не хочет писать. На самом деле, есть не менее интересная тема. А нафига это делать? Сейчас я попытаюсь рассказать. Это касается не только IHTP, так и торнадо-квиста любых асинхронных фреймлоков в сравнении их с синхронными. Дело в том, что когда мы будем рассматривать примеры, то можно говорить о асинхронных фреймлоках как одной группе серверов с характеристиками, примерно общими плюс-минус, и всеми классическими синхронными внижаниями они попадают в другую очень отличную категорию. Так, значит. Ага, вот эта вот ссылка на слайд, если шоу. Я Андрей Склов, я использую его с 2000 года, поэтому порт-девелопером стал веб-сервер, сделал очень для тех, в общем, немного знаю, как писать на территории. Ну или на си. Ну или на си. В общем, нафига использовать асинхронные веб-фреймлоки? Ну потому что клево, новая технология, ну всем и любим новая, да? А чему еще? Ну потому что я это сделал. Вы же понимаете. Ну это аргумент работает для меня, а для вас, наверное, менее значен. Почему? Потому что есть веб-сокеты. Тоже, честно говоря, это не killer-feature. Ну потому что вот джангу можно прикрутить веб-сокеты тоже. Как, что, где там, достоинства, недостатки. Это можно долго сравнивать, рассказывать. Но главное, что в джангу прикрутить веб-сокеты можно. По-моему, для джанга-ченнелс это лучшее, что можно было сделать для джанги, не меняя ее парадигма. Ну, в особенных хорошее решение. Если делать по-другому, то это уже будет совсем другой, несовместимый с джанговским кодом фреймлок. Это не то, что делалось, не было целью чайнов. Можно еще что-нибудь придумать. На самом деле, ответ не очевиден. Сейчас, секундочку. Пытаюсь лечить арм, не музыку, не надо. Часики, не нужно часики, то я вечно забываю. На самом деле, асинхронный подход, как ни странно, экономит память на ваших серверах очень сильно. Это главное достижение, видимое при массивном разворачивании приложения, когда мы начинаем уже считать, сколько мы денег платим за серверки. Ну и еще есть второй аспект. Это то, как оно себя ведет под нагрузкой при ошибках предъявительных респонсов. Для начала, классическое биржиальное приложение. Цифры с потолка. Считайте их как креперные точки. Это не что-то, я взял, написал, померил его. Процесс занимает несколько сотен мегабайт. Бетоновский, классический. Может у вас 300, может 500, может 600. Но цифры примерно такие. Это не 50. Обрабатывает респонс за 100 миллисекунд. Ну, в принципе, нормально. При этом за это время обрабатывает 70% репресса. И имеем в результате 7 репресса с одного процесса. Ну, это такие классические цифры. И при этом занимает всего 5% CPU. Потому что у нас один процесс, один поток. Ну, вы все понимаете, все имеют опыт работы связи. Вы скажете, что не, визги так не запускают. Естественно, так его не запускают. Запускают сразу пачку процессов. Догоняя CPU с 5% до 70, где-то так. Потому что еще что-то должно отъедаться на ядро. Еще на всякие разные полезняшки. Ну, три четверти CPU отдать на наш аппликейшн, если мы базу данных отсадили на соседний сервак. Это вполне нормальная метрика. Таким образом, мы утилизируем наше железо. Фишка в том, чтобы с 5 до 75 поднять, нужно запустить кучу наших процессов. И чем получается? А получается то, что, хотя мы их вроде бы как и форкаем, в том, что у питона есть гарбичный коллектор, который проходится периодически по всем объектам, трогая счетчик ссылок. И у нас после прохода гарбичного коллектора, эффективно память удваивается. То есть у нас в памяти становится… Один процесс занимает, пол гига, запустили 10, 5 гигов, запустили 20. В общем, довольно быстро. У нас закончилась память на серваке, мы покупаем, арендуем новый, запускаем на 2. И на питоне по-другому нельзя. Битон меняет память, и те страницы, которые были скопированы, фокунты через copy-on-write, у них после изменения памяти этих страниц, получается copy-on-write превращается просто в копию. Запись была. Памяти дофига. Что получается с IHDP? Подставьте торнадо из этого. Если мы запускаем процесс, то у нас примерно такое же количество памяти. Плюс-минус. Ну, на самом деле, оно примерно. Мы немножко-немножко медленнее обычно обрабатываем один респонс. Это верно, если мы ничего не делаем в нашем реквестскене, мы отдаем статический JSON. И если мы начинаем с IHDP, ну, вы поняли. IHDP намекает на то, что там все неплохо. В общем, если мы отдаем статику, то за счет накладных расходов на переключение асинхронных корутин, на сам асинхронный движок, респонс, соответственно, немного медленнее. И мы получаем сотню RPS при 70% of CPU. И зачем? Просто за счет того, что мы параллельно в одном процессе, используя одну и ту же память, параллельно обрабатываем входящий реквест. Казалось бы, ну да, разница есть. Но это еще не все. Веселье наступает тогда, когда какой-то козел задерется в наш огород, в наш февр. Реальная ситуация, например, такая. У них была админка. Она была сделана... Я не помню, что там было. По-моему, все-таки их классический Pylons на админке тоже сидел. Да, в кабинке был парень, да. И там у ребят получилось, что дали возможность загружать картинки. Ну, естественно, что менеджеры как загружают картинки. Коват 20 мегапикселей и все 20 мегапикселей. Сейчас мы загрузим на сервак и их там еще обрабатываем. И получалось, что таких запросов, тяжелых, медленных запросов было немножко, совсем немножко их было, там, меньше одного процента, меньше, что-то порядка сотой доли процента. Все остальные запросы были быстрыми. Но как работает Nginx? Очень многие ребята, девчата, используют Nginx, да? Мало кто там экспортируется, чем мы. Ну, это не чисто Nginx специфическая проблема. Получается, у нас пул бэкендов. Ну, пять штук, пять пальцев, хорошо. Один Nginx. И вот реквесты раскидывают. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Первый, второй, третий, четвертый. Раундроби. Просто обычный раундроби. Есть более хитрые плагины, механизмы. Их можно там поднастраивать, но у них у каждого есть свои собственные проблемки. И чаще всего берется просто раундроби. А теперь глядите. Вот сюда упал медленный запрос, который мы обрабатываем десятки секунд, а то и больше. Что обычно делает программист, админ, когда Nginx отваливается по тайм-ауту от бэкендеси? Бэкендеси слишком догадывает. Мы увеличиваем тайм-аут. Нормально, нормально. Гугл быстренько подсказывает, какой перебет увеличим. Ну и получается у нас выпадает вот этот вот сервал. Он считает долго, он считает минуты, я не знаю сколько. А новые запросы идут. И они опять раскидываются. Раз, два, три, четыре, пять. И вот тут накапливается очередь. Очередь тех запросов, из которых один первый медленный, а остальные мгновенный, но до них пока дело не дошло. И юзер экспириенс проседает. То есть, вы же понимаете, когда пользователь пользуется сайтом, он много куда тыкать и забирает много ресурсов. И у него получается очень хороший шанс сделать сотни запросов, загрузить несколько страничек там со всякими потрошками, поймать, попасть на вот этого тормоза. И все. И в результате большая часть пользователей сидит, ждет, пока один из них не заплодит картинку. Или что-нибудь такое, какую-нибудь такую медленную вещь, посчитает. В результате звонки в текст опорного, сайт лежит, тех админов, админ говорит, да нет, не лежит, смотрите, оно работает. Оно работает. Да, там все нормально, но пользователь-то все равно. Пользователь видит, что у него что-то висит. Это плохо. Причем, ну, что сделали ребята? Они видели, естественно, как только проблема обнаружилась, взяли, отсадили тот код, который вот эти вот картинки загружал, в отдельный процесс, под отдельным URL, там, запустили для него собственную попачку висит серверов, и таким образом те, кто загружает картинки, они тормозят и ждут вместе, а все в анастолинку не мешают. Нет, это нормально. В общем, для тримки это нормально. Все было хорошо. Но, мораль какая, это было ясно пост-факту. То есть сначала были недовольны пользователем, сдрючка всех и вся, а в раду программистов, админов, выкатанного версий. Но потом они сказали, ладно, мы эту проблему починили. И они починили это ровно до тех пор, пока вдруг будут решать какую-нибудь другую проблему, ну, не знаю, статистику выдавать. И их контроль, их архитекторы, там, тестеры пропустят еще один такой же медленный ресурс. Ну, то есть гарантировать, что у вас ничего не будет считаться медленно, отдаваться долго, сложно. Ну, для той же статистики, вы же понимаете, на тестах базовых данных, данных мало, все летает, статистика накапливается. Если мы не аккуратно ее агрегировали, не придавали особого внимания, то через месяц-полгода пользования начинает все тормозить. А вначале все летало. Ну, это тоже нормально. Проблема должна решаться как в основной статистике. Так и хорошо, если бы не тормозило. Так, что будет делать асинхронный платформер? Поскольку, что в случае с оплодом картинок, что в случае с сбором статистики, все будет упираться в айо. Для картинки понятно. Ну, айо, честно, да? Затащить данные из ссылки, положить их куда-нибудь там в файл. Куда-нибудь. Для статистики это обычно значит запустить какие-то мега сложные SQL-ные запросы, которые будут тормозить на SQL-ном сервере. Ну, ладно, нас это сейчас не касается. Но для приложения это опять-таки айо. И опять-таки мы будем ждать на айо. И пока мы будем ждать, другой реквест будет выполняться. И у нас не будет вот такого затыка, что последовательное исполнение, пока первый реквест не закончили выполнять, второй мы не начнем на этом же сервере. И если первый заткнул, то заткнулись все остальные, которые стоят в очередь. Такого просто не будет, они возьмутся в обработку все вместе. И медленный запрос, он получит ответ непонятно когда, очень долго, очень или скоро. Но другие запросы, которые пришли после него, которые быстрые, они имеют хороший шанс выполниться быстро. Что может помешать, это если мы купремся в памяти, в CPU, если наш сервер начал захлебываться из-за недосадки ресурсов. Ну, это видно, это мониторится, и это меньше распространенная проблема, чем просто... Все хорошо, но у нас почему-то одновьюха дан для этого пользователя, медленно отдает, как вы поняли, все ждут. Так, параллельное выполнение, это уже пошло HDB. Ну, в плюс-минус я старался не сильно вдаваться в детали кода. В общем, как обычно выглядит в веб-хендлер. Это то, что в Junkie, Vue, 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 Vue. На самом деле, для обычного программиста, который делает сайт, оно примерно так и есть, плюс-минус. Это головная боль моя, знакомых мне ребят, которые пишут в библиотеке, там все непросто. А вот использовать их достаточно примитивно. И получается, что у нас есть одна корутина, которая берет, собирает часть данных из реквеста. Вот видите, корутина, ее вызываем савейтом. И на этом асинхронность закончилась в данном примере. Есть вторая корутина, которая собирает вторую часть. Ну, я не знаю, там, веб-страничка, у которой есть разные куски. Какие-то слева, справа, сверху, снизу, основной блок. И они, под них данные выгребаются. По отдельности, может быть, лазая в разные микросервисы. Микросервисы, очень много. И потом мы это все скаргаем, редерем шаблоном, и она там что-то редерет. Или JSON собираемся. Так вот, что получается? У нас вот одно ожидание, и вот оно потом второе. И вроде бы как эти два вызова, они не зависят друг от друга. А мы их делаем последовательно. Казалось бы, мы можем запустить их параллельно. чтобы не первый, потом второй, а потом ответ. А первый и второй, дождались самого, ну, выполнения обоих. И срендерили ответ. То есть мы будем ждать столько, сколько занимает время максимальное время собирания части, а не сумма этих времен. Вроде бы как можно в АСНКЁ написать вот таким вот образом. АСНКЁ. Ну, есть еще другие проективы. Которые параллельно позволяют запускать несколько сдач, ждать их результата, и потом считать. Выглядит клево. Очень клево для примера. Так вот можно поражать. Вот, глядите, у нас параллельность. На самом деле так писать дико неудобно. Вот на примере хорошо, когда день за днем, месяц за месяцом фигачите код, то неудобно выделять параллельные задачи. Думать, а действительно параллельные, это немножко друг от друга чуть-чуть зависит. Гранулировать так вот. Вообще думать так неудобно, если честно. Ну, потому что даже когда у вас будет задание какое-нибудь ищи, в нем будет сделано пункт 1, 2, 3, 4, 5. И видите, 1, 2, 3, 4, 5. Вот как записано, посчитать одно, посчитать второе, посчитать третье. Сложить все вместе. Вы так и будете делать. Вы не будете думать, ага, можно посчитать первые три штуки параллельно. А в техзадании тоже не указано. Я немножко латерирую, но на самом деле это проблема нашего мышления. Нам трудно думать параллельно, не прикладывая дополнительных усилий. Не думать параллельно, а думать параллельно. Параллельно. Но, тем не менее, смотрите, что получается. Я это уже проговорил, но будет картинка неплохая. Получается, аппликаешься делать запрос с базой данных. Если у нас последовательное выполнение, то вот такое. Мы спросили, дождались ответа, спросили, дождались ответа, еще раз спросили. А если мы можем три раза спросить, а потом дожидаться ответа, то даже, видите, если время ответа суммируется, у нас нет этого времени на хоп. И даже тут мы справа вложились в экран, слева не вложились. Так и есть. Вот это иллюстрация пайплайдинга, так называемого. Пайплайдинг может быть системой, где есть стейтлесс протоколы. То есть, если мы по рейстику ходим, то у нас работает пайплайдинг. Если мы ходим к редису, у редис клиента нет стейта, пока мы не включаем multi-exec редисовой транзакции. У нас все хорошо с пайплайдингом. Если мы ходим в базе данных, запуская код в транзакции, то у нас появляется стейт на той стороне, на сервере. Никакого пайплайдинга уже не существует. Пока мы один запрос не обработали до конца, а второй не будет. Хотя это зависит от протокола работы с базой данных. И вот такая ситуация, когда мы три запроса послали параллельно и сэкономили хотя бы на сетевом времени, она уже имеет приставку. Так, еще раз, чем-то достигается. Достигается вот этим вот неестественным вызовом ГЭСов, который вечно все забывают вставлять. Забывают вставлять джуниор, его темлит правит, делает ай-яй-я, а потом на следующий день темлит сам забывает в своем ходе станет. Оно просто без параллельного выполнения работает. Работает прекрасно, и проблема не проявляется. Это нужно умозрительно придумать. Это не то, что юнитест написал, а сработало сэк, что или не сработало. Все работает, и не выявляется, что... А можно было бы быстрее. Тем не менее, вот в этом варианте, простом наивном варианте, с вот такими вот, вроде как двумя ждущими вейтами, все равно есть спрятанная параллельность. Спрятанная вот почему. С вашим сайтом, ну, скорее всего, вы его писали не для того, чтобы у него был один клиент, или пять. Веб предлагает, что много клиентов массированных будет в нашем сайте. И с большой вероятностью несколько клиентов одновременно вызывают один и тот же ресурс. И тогда у нас, если правильно написанные драйвера к базе данных, драйвера к рейлису, правильно HDP клиенты, все вот эти вот штуки, которые программист вызывает, не заботясь. Дай мне результат, дай мне HDP страничку с того сервака. А клиентская библиотека, правильно составная, и может уже внутри использовать себе pipeline, зная, что ага, вот один юзер запросил этот ресурс, следующий сразу же запросил, и там уже мы pipeline. То есть параллельность получается не на уровне кода, а на уровне библиотек, которые этот код используют. А там уже понимаете, во-первых, библиотеку писать проще, во-вторых, проще, когда пишешь, ну не проще, ладно, сложнее, проще думать о параллельности, когда пишешь библиотеку, чем когда ты пишешь бизнес-код. Ну и в конце концов авторы, которые пишут библиотеки, ну я так надеюсь, что в среднем, в среднем массе более опытные программисты, чем те, которые фигачат дикеты во благо заказчика. И в результате мы выигрываем на параллельном выполнении. Так, аж не пить не было. Так, еще одна такая забавная штучка, перекликающаяся с pipeline. Вы знаете, да, что можно не гасить соединение, не переоткрывать сокет и через него несколько запросов делать. Открытие сокет – это сокосоединение, это достаточно дорогая операция, она требует нескольких копов. И если сервер в Америке, то туда бегать достаточно накладно. Конечно, не то, что на оленях и с собаками, но все равно занимает какое-то время. И переоткрытие сокета для вытаскивания всех ресурсов странички со всеми картинками, JS, CSS и прочей чепухой может быть заметно медленнее, чем если мы используем кипела. Так вот, кипела можно рассматривать с двух сторон. Первая – это серверная. И тут кипелаев на бэкэнде не очень-то важен. Поэтому наш фронтенд сервер, как правило, поддерживает кипелаев. Наверное, у нас хороший девелопс, который не выключил эту опцию. И насколько быстрый канал между Nginx и бэкэндом? Он быстрый, очень быстрый, как проводишься. Если не на одной машине, то в одном дата-центре. Там уже кипелаевы не так важны. Есть клиент, микросервисы, REST, все-все люди. И тут получается, что если мы используем общую сессию, то сессия хранит кипелаевы. Еще одна крамольная вещь. По дизайне штики у него нет глобальных переменных, у него нет семян тонов. Вот у нас есть сессия. Она одна на весь наш аппликейшн. И мы, лазая через эту сессию по разным углам, разделяем и переиспользуем наш коннекшн пункт открытых HTTP соединений и эффективно используем HTTP кипелаев в этом примере. То же самое с базами данных. Впрочем, тут ничем не видишь. В любом VizD фреймберке баз данных используют коннекшн пункт. А вот это немножко забавно что-то. В общем, тайм-аут. В AssimCoreo есть такой контекст менеджер тайм-аут. Похожие есть в очень нелепимом новинке. Давайте. Если хотите узнать почему, то в пост подойдите. Я расскажу. Сейчас я хочу ругаться на путь его. Значит, смотрите, что получается. Весь блок, который под этим контекст менеджером, он будет выполняться 10 секунд, до 10 секунд. Или через 10 секунд у нас будет тайм-аут exception. Вроде бы все просто. И все понятно. А что будет с классическими синхронными HTTP клиентами? Это реквест. Реквест прекрасная либо супер популярная, супер клевая. Что будет с реквестом? Ничего. У реквеста есть тайм-аут. Тайм-аут на IO-операции. То есть, он будет, например, ждать 10 секунд между ридами. Это можно настроить. Или 10 секунд на установку соединения. А теперь смотрите, у нас либо злобный сервер, либо просто его писал не очень опытный человек. В общем говоря, смотрите, наш сервер отдает по одному байту в одну секунду. Это редко, но на деле из-за проблем сети бывает не байт в секунду, а 100 байт за 100 миллисекунд, что не кардинально все меняет. В результате что получается? Наш тайм-аут на рид никогда не срабатывает. А общее время не считается. То есть, у нас по чуть-чуть кусочек данных всегда есть, но общая процедура затаскивания всего большого куска данных, всего файла, может занимать непредсказуемое время. И с реквестом эта беда не решается, к сожалению. Сами реквесты. Энжидис можно отрубить весь response handler, если это выполняется на сервере. Но это не так классно, потому что наш код вообще не узнает что произошло. Мы работали, 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 потом у нас раз и все. Лучше знать, где сейчас беда. Я почти закончил. Немножко о производительности. Производительность это, ребята, очень классная вещь. Очень клево осознавать, что используя ноль технологии, два с половиной раза быстрее, чем то, что использует мой коллега. Вы понимаете кто из вас? Правильный парень, да? Это с одной стороны. С другой стороны, на бетчмаках я видел разные вещи. Две технологии. Один бетчмак, это хуже, это лучше. Второй бетчмак, с другого автора, они стоят вот так. Почему? Ну, немножко магии, немножко разной настройки, немножко туда-сюда. В общем, плюс-минус вдвое я, наверное, могу накрутить практически на чем угодно. Главное задаться целью. Потом еще, бетчмаки, но их никто не умеет делать. Почти никто. Есть специалисты, но в большей части я пришла, которые там публикуются во бложках. Их делают неправильно. То есть, рассказывать об бетчмаках о правильности можно долго, сложно. Это отдельная тема. Не просто посчитать три раза и выбрать минимум. Это не бетчмак. Просто запустить и что-то померить, не зная время разогрева, где наступает полочка насыщения стабильности. Не посчитав, я не знаю, доверительные интервалы, не просто цифру, а дисперсию. Говорить о измерении производительности как о чем-то более-менее похожем на математику нельзя. Просто это цифры, чтобы помериться и объяснить. И еще один забавный момент, помимо всех этих математических особенностей. На чем бетчмак? Вот на моем лаптопе, наверное, не очень хорошо. Еще есть все сразу и тестировать, и тестируемый код запускать, и лаптоп. Ну, неправильно. Запускать на Амазоне. Это прикольно, но Амазон, даже высокопроизводительный сервер, он помимо всего разных особенностей, вы не знаете, что происходит в сети в это время. Амазон всегда так ужин, мне нужно, кто-нибудь там соседей, чем они занимаются. Амазон, даже когда говорит, что вот мы гарантируем такую производительность. Ребята, это гарантия снизу. Ну, то есть, Амазон бесплатного может выдать в два раза больше. И в результате бетчмак вдруг прыгает. Почему прыгает? Непонятно. В другой раз запускаем прыгать по-другому. Тестировать, получается, нужно на нормальном серверном железе, которое стоит у нас под кроватью. Которое мы настроили, прибили гвоздями процессы к ядрам процессора, вырубили турбобуст, зафиксировали частоту. То есть, это очень долгий подготовительный процесс правильного ящика для тестирования. И я этим практически никогда не занимался. Потому что никогда на этом дело не хватает времени. А быстро делать бетчмак невозможно. Поэтому бетчмаки выводы. Тем не менее, я сейчас вам покажу. Смотрите. Первый бетчмак. Тут даже не важны цифры, важен характер поведения. В общем, куча всяких фреймроков. И вот смотрите. Вот так вот. Вот это снизу. Это визги фреймроки. А выше асинхронные. Вот джанга. Которая, как известно, не самая быстрая. Пример это отдача джейсона. Статического джейсона. Это отдача статики. Чем ниже, тем лучше. Ну и видим, что, в общем-то говоря, даже джанга, которую ругают за всякое, она шустрее, чем наш iHttp. А вот она так надо, она вообще не смотрится. На самом деле, эти бетчмаки не я делал. Мне они просто понравились. Но тут вот можно добавить, было бы еще один бетчмак. У него была бы горизонтальная линия. Это мы бы Nginx, кстати, отдавали. В общем, я о чем? О том, что бетоновские веб-фреймроки, они не то, что не хороши в этом деле, они не предназначены для того, чтобы отдавать статику, ничего не делая. Фреймроки должны лазать в базу главных, с кем-то общаться, что-то считать, что-то думать, ну, реализовать без услуги. Поэтому вот бетчмаки, которые идут просто джейсоны, а таких миллион в интернете, они ни о чем, они просто совершенно не показательны. Вернее, они показывают сравнительные расходы на внутреннюю лавочку движка, но не показывают ваше приложение с использованием того или иного фреймока, быстрые или медленные. Это ортогональные вещи. Затраты на сам движок, как правило, пренебрежима малы по сравнению с временными затратами на безусловие. Ну и думать о чем. Так. Теперь, вот, микросервисы. Лазаем куда-нибудь далеко. На Facebook. Делаем все просто на Facebook. Ситуация равнопротивоположная. Вот наша красота. Видите? У нас все шустренько. Вот. Раскрепить снизу. Торналы. Чуть-чуть. Медленнее. Ну, действительно, немного медленнее, но это не критично совершенно. В данном контексте. И вот вся кубка венджальных фреймокалов. Они тормозят. Ну, понятное дело, почему тормозят. Потому что они через request делают запрос на сервер, который далеко, и ждут, пока сервер ответит. А что случается с всей системой Nginx Plus, с бэкэнды, когда бэкэнды тормозят? Ну, я вам расскажу. Ну, ничего нового. Ну, понятное дело, что чаще всего мы так далеко не ходим. Обычно базу стараются класть или поближе, да? Что получается в этом случае? Вот. База данных, которая поднялась на этом же контейнере. Вы уже можете понять, что бэчвак полное фуфло. Ну, ладно. Потому что в одном и том же контейнере, в соседних контейнерах, в одном и том же сервере, и базу данных, и тестированный код держать, ну, как-то не научно, да? А, и тестирующий еще что-то уже. Ну, ладно. Тем не менее, глядите, что получается. Вот опять-таки наши асинхронные фреймроки, и вот начало задираться время у синхронных фреймроков. А это один и тот же сервак, где сеть локальная, через localhost laser. Ну, не localhost, но это не через сеть. Это наши сокеты, они вот мгновенно отрабатывают. Так, если мы с этим правилом лучше собакова, выносим серваки с базовой данных на соседний хост, в этом же дета-центре, но соседний где-то там, может, если повезет, он даже в одной стойке будет стоять. Ну, чтобы нагрузить максимально сервер с базовой данных, и сервер с нашим кодом получил больше CPU, вот эта вот разница, она еще увеличится. Синхронные еще уйдут вверх. Потому что это опять-таки коп, опять-таки обращение к сети. И чем больше обращений, чем больше у нас таких взаимодействий, тем разница получается больше даже на синхронных. И, в общем, я не призываю вас верить в это как выяснить на последнюю станцию, но понимаете, что когда начинают сравнивать промерки, сравнивать можно по-разному. Вот три сравнения, три результата. То, что будет с вашим кодом, это уже вы сами померяйте и поймите, к чему оно ближе. Тут беда. Если уж сделали сайт на джамме, ну, кто же вам позволит сделать такой же сайт на Торнаде или на IHTTP, а потом попробовать. Ну, что быстрее, что стоило брать-то, а? Ну, нереально. Но, тем не менее, это все советует уже делать. Так. Ну, все. Я старался про IHTTP не говорить, но, тем не менее, у меня не очень получилось. В общем, вопрос. Спасибо. Да? Смотрите. Сердер на основе со старостью синтеза, латвы и памятники, сколько движутся? Команда разработчиков, разница команды разработчиков, то есть, может, по памятнице, да, ее выводит, может, в середине джамбе, но там больше, чем дешевле. Хочу. Один, пожалуйста. Я учил QA-щиков писать. Ну, поймаешься, но тебе нужно написать имперспектуру, нужно написать, там, ту же работу пользователей, ту же работу, в связи с ним самому. Могут тебе работать на батареях. Ты постолаешь, не писаешь. Ну, ладно. В общем, говоря, правда в том, что для шники батареек меньше. Это верно. Я не буду тут говорить, что столько же фичей, столько годных, негодных и разных батареек, для джамб. Да, если у нас экономически целесообразно менять драму? Менять вообще, наверное, нецелесообразно. А вот подумать о том, на чем делать новый проект, это уже другой разговор. Экономически, наверное, нецелесообразно переписывать с двойки на тройку, да? Следующие мысли можно не ознучивать. Аж теперь тоже будет становиться лучше, больше в этой части. И я о том, что это не то, что заменяет, выкиньте все, что вы делали, ваша жизнь прожита зря, начинаете с нового листа. Неправда. Я о том, что есть альтернатива классическому подходу, и она в некоторых аспектах лучше. То есть стоит хотя бы о ней подумать, когда будет речь идти о том, на чем делать новый проект. И преимущества асинхронного подхода, они не только лишь в том, что у нас получается там вебсокеты, лонгполинг, стриминг из коробки, а мне вебсокеты не нужен. Нифига. В обычном, рутинном веб-программировании request-response аж теперь тоже может показаться более подходящим, более быстрым, менее живущим. Все? Да. Ну вот торнадо, ну есть уже джил, торнадо достигает асинхронности из-за того, что когда интерпроектатор должен простаивать, ожидать ответ от чего-то, он не ждет, а начинает выполнять футболинг. Но все равно жил. То есть пускай нам, как достигает асинхронного? Есть джил, а как достигает? В этом смысле тоже самое, что это джил. Под модель исполнения такая точка. Просто асинхронный посовременнее немножко будет и мог позволить себе писать код. То есть от джил никуда не денется? Да, от джил никуда не денется. И на одном сервере асинхронных процессов нужно запускать несколько, чтобы утилизировать все ядра, которые есть. просто что, ну там, я не знаю, 8 ядер, ну запустим там 8-10 процессов и все. А чтобы джангой утилизировать 8 ядер, нам нужно не 10 процессов, нам нужна назначка. Ну, смотреть надо. Ну, в общем, как бы то ни было, как бы то ни было, немного больше переваривает. Одное слово микросервис. Вот скажем, есть проект существующий, там, три десятка микросервисов в рамках одной машины, и, ну, работа получается синхронная. Разная нагрузка, разная операция между этими сервисами. Есть ли какие-то объективные притерии, по которым я могу понять, что мне, скажем, между сервисом А и В нужна асинхронность, а между В и С нет, это только лишнее время подачек. Будут перегрузки. Есть, можно будет отсчитать. как теория массового обслуживания 1969 года. Легко. Вот, можно сказать, модель для расчета. Ну, на деле же этим никто не занимается. Ну, конечно же, никто. Просто, я не знаю, там, думать надо, но, не знаю, программистам платят. Нет такого вот... Если больше единички, то направо, а если меньше, то налево. Есть же тоже какие-то наплодные расходы на поддержание тех же библиотек, которые подключили дополнительные рефляции. В смысле, понимаете? Ты повер-квестов хочешь, Славь? Спасибо. Ну, это слишком общий вопрос. Такой у нас-то ковер-фо упалил. И я не могу на него быстро ответить. То есть нужно смотреть на конкретику, и там что-то прикидывать, советовать. Что? Ещё один вопрос. Где, вы говорили, будете какие-то семинары проводить по HSTP? Да, где потому. Есть какая-то дополнительная информация? Есть надежда, что это появится в открытом доступе для всех остальных? В открытом доступе это не появится. Дело даже не в моей там жадности, а в том, что в том формате... Ну, он не предполагает запись, он не предполагает... Это не лекция. Вот сейчас можно записывать, и это потом можно слушать. Семинары — это доска, я там... черчу, мне задают вопросы, я отвечаю, микрофон даже некуда повесить. Это работает только вот, когда полтора десятка человек собрались и вынесли сюда. Я пока не представляю, как это переделать в удобный онлайн режим, поэтому не пытаюсь. Это будет только в Киеве? Мы можем поговорить. А то, чтобы, например, на выходные провести в Харькове что-нибудь такое. Ну, сократить... Мне будет напряжно мотаться каждые выходные сюда, но сжав и превратив в два дня, я такое уже делал, ну, полчаса нормально. Ну, в общем, я сейчас не готов делать самому первые шаги в эту сторону, но обсудить можно. Да? Скажите, Вы, библиотеку, заплатываете в хобби или в рамках какого-то проекта? Нет, сейчас это не проект. Это хобби. За хобби мы даже назначили стипендию, что смешно. Ну, это не то, что финансируется. Андрей, ты признаешь, у тебя просто бессонница, и все. Бежать проблем бессонница. Проснулся, полез на гитхаб, ответил на вопросы, принял парочку целых рефлесов. Это то, что я сделал сегодня. Ну, и так каждый день. Еще вопрос. Произвышало, что IOHTP лучше запускать в нескольких процессах для утилизации, собственно, ядов. Да. Каким образом это сделать? Примеры? IOH processing модуль или это что-то? Не-не-не, не в том случае. Есть два варианта. Для ленивых и для... И правильных. Ну, можно сказать правильно, более экономных. Значит, годикорн с IOHTP логгером. Вот там годикорн будет плодить эти процессы, за ними смотреть, запускать, если они там что-то свалились. Ну, логги, все эти вещи. Вот. И второй вариант. Прикрутить какой-нибудь там Circus, Supervisor D, System D, шоу угодно. Как хочу, System D. И в NGENX'е сказать, у тебя сколько-то там бэкэндов со своими портами, и эти бэкэнды самому вручную запускать. Тогда не будет прослойки гоникорна между. Она не сверхдорогая, но все-таки немножко отъедает процент. Это будут отдельные процессы со своими лупами. Со своими лупами, абсолютно не связанные друг с другом. Как-то будешь общаться с одного в другой слайд сообщения, это уже абсолютно дело твое, не аж типичное там, не знаю, хоть Redis, хоть Rabbit, хоть что угодно. Ну, ZRMQ, сокет. В фантазии нет пределов. В общем, как так. Да? У меня был вопрос, кстати, насколько это возможно по внешнему средству. Это неудобно. Слать сообщения по какому-нибудь там, используя систему для пересылки сообщений тот же, Reddit, да? Это удобно. В памяти, это что ты делаешь? Это ты возьмешь, расшаришь, массив, white между. Тебе придется там нагородить целую фигню с очередями, с мафорами, еще с чем-нибудь. Ты не можешь... И плюс, и плюс ты потом, ты прибиваешься, что это у тебя эти две запчасти живут на одном хосте. Да, на два хоста уже не параллелься. Просто шеринг памяти, это шеринг именно памяти, а не питоновских объектов. И в этом вся проблема. Чтобы хорошо жарить питоновские объекты, это можно сделать, это нормальная инженерная задача, но это, наверное, не то, на что заказчик выделит бюджет, говоря по-простому. Да? У нас есть вопрос, относительно протокола HTTP, в настоящее время на большинство атак на серверах рассудят протокол HTTP. Есть ли у вас какие-то решения, которые для распараллеливания позволяют защититься? Тут вот в IO HTTP, Евгений Глазовичи, не предназначен ничего нового по отношению к тому, что мы имеем джанки во фласке. Мы ставим Revex Proxy, и он эффективно защищает от большей части тупых атак, когда мы немножко ломаем протоколы и надеемся, что сломается сектор. Вот, NGINX в этом отношении достаточно надежен. Если дальше начнут бомбить, дедосить и еще что-нибудь, но мы, как обычно, начинаем вставлять фильтры, ну, заниматься обычной деятельностью. Тут... Эта тема ортогональна тому, что я сейчас рассказывал. И общего решения такого вот поставьте антимирус Касперского, и у вас не будет антимирус, не работает. Это не очень большой вопрос. И что прописать, это очень большой вопрос. В целом нравится делать их. И не хорошо. Но они решаются, вы прохваты решаются, до вашего система будут решаться. Они это не вероят. Это верно. Там, я не знаю, атаки, рассчитанные на то, что Балужкин соплёт базу паролей, это вообще никак не решается фрэмбюрком, который это всё дело крутит. Но это другая область. Да, очень интересная, творческая. Заниматься можно вечно, переводя деньги во время. Ещё один вопрос по поводу блокирующих операций. Если в коде присутствует, насколько это хорошо? Это смерть разработчиков. В принципе, нормально. Если других вариантов нет, то нормально. И если ещё экзекьютор будет свой, а не системный. Как рассчитываться, сколько процессов в этом экзекьюторе? Как правильно? По нагрузке, по своей... Ну, примерно, чтобы там было столько-столько ядер, ну, в общем-то. А потом смотреть на CPU-лот и думать больше-меньше и куда. Вопросы закончились? Да. И ещё последнее. Куда дальше? Что же делать? Ну, тебя послушали, а потом автопати. Нет, там хватает, там нужно переписать никому невидимое внутря, чтобы можно было делать быстрее то, что получилось. Там есть такая хайповая вещь HTTP-2, о котором все говорят, но никто не использует. Ну, есть разные вещи. Просто что говорить о том, чего ещё не написано? А, и ещё один вопрос. Можно? По поводу UV loop хотел спросить. Насколько целесообразно его сейчас использовать? Прекрасная штука. Бери, используй. Просто ставь, используй и всё. В каких случаях? Или просто сход? Просто типа по умолчанию. Прирост? Другой реплейсмент, который... Ну, я не могу гарантировать на 100%, что не всплывёт никаких там багов. Но если даже не всплывут, они будут быстро чиниться, и всегда можно откатиться на более медленный HTTP. Ну, понятно, да. А в каких случаях будет замедлен профиль от использования UVO? Для каких задач его? Всегда. Он просто быстрее. Просто есть референс, реализация. Есть не столь... Шарка спострадённая запускается не везде. Компилировать там надо. Ну, короче, она не войдёт в питом. Но значительно более быстрая реализация. Если можешь, то более быстро её использовать. Если у тебя винда, ну, не работают люди. Ну, там его можно заставить, но пока не заработал. И Юре не очень надо самому лично. И он как-то так, ну, типа... Вы с вами сделаете по реквесту, но заработаете... Пожалуйста, я пройму вас самому. Он не замотивирован. Всё? Всё. Спасибо. 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 Спасибо.